Обезвредить противников и спасти людей. В Наринмаре с 20 по 21 апреля прошли тактико-специальные учения. Под руководством оперативного штаба более 200 сотрудников силовых ведомств нейтрализовали террористов, освободили заложников и обезвредили взрывное устройство. Из дворца Спорта Норд выводят несколько террористов. Согласно легенде, они организовали подрыв автобуса и взяли в заложники сотрудников спортивного учреждения. Преступники выдвинули требования экономического и политического характера. Цена требований – жизни заложников. За них отвечают более 200 военнослужащих и сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Минобороны России. Объединенная группировка провела переговоры с преступниками, но к положительным результатам это не привело. С учетом сложившейся обстановки оперативный штаб принял решение по освобождению заложников и нейтрализации террористов. Параллельно ведется работа по оказанию первой медицинской помощи пассажирам условно подорванного автобуса. Прямо у места происшествия организован полевой медицинский лагерь. В палатках спасательные подразделения МЧС и сотрудники медучреждений округа принимают экстренные меры по спасению пострадавших. Людей с тяжелыми ранениями увозят на машинах скорой помощи. Но антитеррористическая кампания еще не завершена. На территории Дворца Спорта Норд обнаружено самодельное взрывное устройство. Операцию по обезвреживанию опасного объекта провели сотрудники полиции. В рамках сегодняшней тренировки впервые у нас в округе было отработано практическое применение нового устройства по разрешению самодельных взрывных устройств. Испытали мы гидрокоммунитивный разрушитель взрывных устройств. Оно доказало свою состоятельность и эффективность данных мероприятий. Во время учений были отработаны оповещения населения и эвакуацию людей из района чрезвычайной ситуации. Согласно плану жителей близлежащих кварталов, необходимо эвакуировать в пункт временного размещения. В целом силы и средства МЧС России на территории округа к действиям подобных ситуаций готовы. Все необходимые мероприятия, которые мы планировали отработать в рамках данных учений, отработаны в полном объеме. Также во время учений командованием войсковых частей, дислоцированных в Ненецком округе, проведена проверка действий военнослужащих по охране и обороне военных объектов. Оцениваю результаты учения как удовлетворительные. Были вскрыты ряд недостатков, на которых еще так или иначе приходится работать. В целом оценка удовлетворительна. При необходимости сможем дать отпор врагам. С учетом рекомендаций Национального антитеррористического комитета приняты меры по поддержанию в постоянной готовности сил и средств штаба, привлекаемых к проведению контртеррористической операции. Руководство учений положительно оценило действия участников маневров.